Рад присутствовать в прекрасном городе Ереване накануне судьбоножных выборов. Что касается выборов, то мы в финале гонки видим, что основная борьба идет между партией Пашиняна гражданский договор, с одной стороны, это представители власти и силы оппозиции, блок Армении, блок Честь имею с другой. И последние дни достаточно активно, может быть, не последние дни, но последние недели достаточно активно работает оппозиция, наращивает мускулы, наращивает электоральную поддержку, ведет очень активную кампанию. В то же время власть не успевает за трендами, власть остается в прошлом и в основном все-таки гоняется за призраками прошлого, оставаясь в такой устаревшей, скажем так, информационной повестке. Но убедить людей бороться с призраками прошлого не всегда. Получается, соответственно, далеко не все избиратели такую кампанию воспринимают позитивно. Хотя кампания была короткой, достаточно короткой, но она была содержательной. Люди подтвердили и во время нашего предыдущего опроса, и во время этого свою неудовлетворенность нынешним материальным положениям и неудовлетворенность нынешней ситуации в сфере безопасности. К сожалению, после обострения, которое случилось осенью, произошло еще одно обострение в мае, а власть не продемонстрировала внятных путей для повышения безопасности простых армян и путей к повышению их благосостояния. Поэтому армяне воспринимают эти выборы как шанс к определенным изменениям, как надежду на то, что удастся что-то изменить. Поэтому есть предположение, что явка может быть достаточно высокой, избирателей мотивированы к тому, чтобы все-таки прийти на участки. Несмотря на то, что жара, как мы видим сейчас в Армении, но эти выборы будут судьбоносными. И более того, как человек, который занимался выборами в разных странах, я могу сказать, что высокая явка – это одна из гарантий отсутствия фальсификации выборов. То есть чем ниже явка, тем больше возможностей для манипуляций, для какой-то попытки исковеркать результаты выборов. В основном все способы фальсификации выборов заточены на низкую явку. Если явка будет высокой, то, скорее всего, тогда выборы пройдут именно так, как проголосуют избиратели. Ну вот это кратко то, что я хотел сказать и готов отвечать на ваши вопросы. Продолжение следует...